Здравствуйте! Вы смотрите программу «По существу». Меня зовут Татьяна Молкова. Сегодня у нас в гостях депутат Государственной Думы Российской Федерации, председатель комитета по образованию Вячеслав Никонов. Вячеслав Алексеевич, смена министра образования в преддверии нового учебного года, конечно, вызвала неоднозначную реакцию в педагогическом сообществе. Как вы прокомментируете эти перемены? В целом, я думаю, эта реакция была положительная. У педагогического сообщества накопился довольно большой объем претензий в адрес Дмитриевича Ливанова. Я думаю, главная проблема заключалась в том, что даже проводя правильную политику, Ливанов не всегда мог объяснить эту политику людям. И педагогическое сообщество было часто просто дезориентировано. Кроме того, очень многие решения проводились без согласования с педагогическим сообществом, через колено. И поэтому претензий накопилось достаточно много. Что касается Ольги Юрьевны Васильевой, то, конечно, я с ней хорошо знаком. Знаете, вот одна из главных моих претензий к министру заключалась вот в чем. Я ведь по должности являюсь членом коллегии Министерства образования и науки Российской Федерации. Много раз был на заседаниях, но ни разу не присутствовал на обсуждении вопросов, связанных с содержанием образования. То есть, чему учить детей? Что угодно. Эффективность, бюджеты, показатели, но не содержание образования. Вот Ольга Юрьевна, она как раз человек смыслов. Она человек содержания образования. Она очень хорошо знакома и со школьной системой. Она преподавала в школе, с вузовской она преподавала в вузе. И академической системой она защищалась. В аспирантуре была в системе Академии наук. То есть, она действительно очень хорошо представляет себе всю эту образовательную систему. И я уверен, что она уж точно будет коммуницировать лучше, чем это делал Дмитрий Викторович. И не будет прибегать к каким-то неожиданным решениям. И, конечно, уделит гораздо больше внимания содержанию образования и его качества. Вячеслав Алексеевич, давайте тогда немножко поговорим по содержанию. Есть очень много сейчас разговоров о содержании учебников по той же самой истории России. И несколько лет отдавались на откуп различным группам ученых на писание учебников. Как сейчас в этом направлении движется работа? И какой должен быть учебник по истории? Вот как раз Ольга Юрьевна Васильева, она от администрации президента учебником истории занималась. После того, как было дано поручение президенту Владимиру Владимировичу Путина разработать этот единый учебник. Единый учебник – это не означает один учебник. Это все-таки учебник, который написан по одной концепции, по которой можно учиться, может быть, и по разным учебникам, но при этом не попадать в иную образовательную среду, переходя из одной школы в другую, где используется другой учебник. Когда эта работа началась, мы подсчитали, что всего у нас было 235 учебников истории разных, написанных самыми разными авторами, в том числе на деньги фонда Сороса. Мы знаем, как фонд Сороса переформатировал историческое сознание на Украине. Просто профинансировать издание учебников соответствующим содержанием. К сожалению, у нас тоже было очень много учебников с неустраивавшим нас содержанием. Работа была построена таким образом, была подготовлена концепция исторического образования. На основании этой концепции авторским коллективам было предложено написать учебники. Было написано 8 линейок учебников. Они поступили в конкурсную комиссию. Конкурсная комиссия отобрала три линейки. И с 1 сентября именно эти три линейки будут использоваться в школах. Удовлетворен ли я результатами этой работы? Ну, я скажу так, почти удовлетворен. Но не настолько, чтобы не приступить к написанию собственного учебника. Так что в последние месяцы, помимо прочего, занимался тем, что подготовил учебник нашей отечественной истории 20-го и уже 21-го века. То есть в ближайшее время у нас будет новый учебник в истории, написанный Вячеславом Никоновым? Ну, я надеюсь, что со следующего года он тоже будет в числе рекомендованных. Вячеслав Алексеевич, такой вопрос. Уже давно, порядка 10 лет в России введен единый госэкзамен. Но ваши оппоненты в Государственной Думе ежегодно его критикуют. Уже ушли угадайки, уже ушли тесты, уже появились сочинения. И каждый год вносятся что-то новое, да? Какие, может быть, уже есть предложения по единому госэкзамену будущего года? Я не думаю, что будут какие-то серьезные изменения в системе ЕГЭ. И что самое интересное, может, оппоненты наши порой и требуют отмены ЕГЭ. Но точно наше общество, учащиеся, их родители, особенно те, которые готовятся поступать в ВУЗы, точно этого не требуют. Вот. Сейчас большинство людей согласилось, что эта система правильная. И во всяком случае, альтернативы ей не видно. А что, если не ЕГЭ? На субъективный взгляд убирается. Конечно. У ЕГЭ есть очень большой плюс. Он действительно позволяет детям из любой точки нашей страны, если не проявляют талант, поступить в любое высшее учебное заведение страны. Самое лучшее. Я сам преподаю в Московском государственном университете, являюсь деканом факультета государственного управления. И, конечно, география сейчас детей в МГУ расширилась многократно. Это здорово. И, конечно, дети более мотивированы, подготовлены. Что касается совершенствования системы, она действительно постоянно идет. Каждый год эта система становится более совершенной, она более прозрачной. Уже никто сейчас не говорит о нечестности системы сдачи ЕГЭ. Действительно была проблема, я считаю, очень большая, что не было стимулов у детей учиться говорить и писать. Когда ушло сочинение по непонятной для меня причине, мы ее вернули, добились этого. И это хорошо. Это добавило нам сейчас результаты ЕГЭ и по русскому языку, и по литературе. Но устный компонент будет возвращаться, он вернулся в иностранном языке, и будет устный компонент в экзамене по русскому языку. Вот это нововведение можно ожидать. Будет ли это на будущий год или позже, сейчас сказать невозможно, но ясно, что по этому направлению будет двигаться. Но принципиального изменения этой системы сейчас не стоит ожидать. И я думаю, это правильно, потому что уже люди привыкли к этой новой системе, при всех ее недостатках. Ну и она совершенствуется ежегодно? Конечно, появляются и новые направления, и новые принципы. Ну, конечно, она совершенствуется. Ну, вот много споров было вокруг введения профильного экзамена, скажем, по математике. Ну, я считаю, что это можно было и не делать, потому что разбиваются как бы выпускники школ на две категории, кто способен написать математику на высоком уровне, и нет. На мой взгляд, это не нужно было. Но в любом случае много разговоров о том, что вот этот профильный экзамен, он был очень сложный, там были примеры за пределами школьной программы. Как сейчас показал анализ результатов, дети даже написали лучше, чем в прошлом году этот профильный экзамен по математике. И они уже пришли, эти ребята, в высшее учебное заведение. И, собственно, в МГУ есть еще и вступительные испытания, в том числе и по математике. Они сдали очень хорошо. Ну, и действительно, людям, которым нужна математика в будущем, кто собирается получать профессиональное образование, конечно, они, наверное, готовятся лучше, знают лучше, чем школьная программа. Ну, не надо, конечно, задания, которые бы далеко вы хотели за рамки и школные программы, все-таки все должно быть в этих рамках. Дети разные бывают, разный уровень знаний. Вячеслав Алексеевич, если еще раз затронуть федеральные государственные образовательные стандарты, ведь есть три компонента, да, это федеральный, региональный и школьный компонент образовательного учреждения. Как коррелируются эти стандарты в таких образовательных, в образовательных учреждениях таких республик, в национальных республиках, как Чувашия, например? Есть, конечно, своя специфика в каждом регионе, но в целом тенденция ведь была какая? Из федеральных государственных стандартов ушло содержание образования. Там только предметные области есть, по которым учитель может в рамках своей концепции преподавания, учитывая свой творческий потенциал, выстраивать эти программы. Сейчас у нас в стране не то что двух субъектов федерации, но у нас двух школ нет совпадающими программами образовательными. На самом деле это проблема, я считаю, потому что это разрывает единое образовательное пространство. И, как я считаю, во вкосы какое-то содержание образования, чему учить, в каком классе, я считаю, это должно вернуться. Республики, школы, они имеют полную свободу в рамках своего компонента. Естественно, этой свободой пользуются, я думаю, должны дальше пользоваться. И каким-то образом взаимосвязь держать между федеральными и республиканскими, региональными? Ну, ясно, если федеральные стандарты реально отсутствуют, с точки зрения содержания преподавания, то, конечно, здесь обеспечивать соответствие достаточно сложно. Для этого федеральные стандарты должны быть более насыщенными. И они должны быть структурированными. И естественно, что тогда республиканские стандарты, они будут соответствовать российскому. Александр Алексеевич, если говорить, скажем так, об условиях получения образования, не о содержании образования, а о условиях там, где дети учатся, где они воспитываются, да, вот сейчас в стране реализуется ряд проектов, федеральных проектов, да, это детские сады детям, это строительство новых школ, в том числе реконструкция сельских спортивных залов, в том числе вот и в Чувашии, в течение нескольких лет должны быть построены более 30 современных школ. Вы уже не первый день в Чувашии, накануне вы посетили школу, строящуюся школу на улице Гладкова. Вот, поделитесь вашими впечатлениями. Ну, федеральная программа строительства новых детских садов, она была запущена в 2013 году в связи с нашими демографическими успехами. Детишек оказалось гораздо больше, чем рождалось во все предыдущие годы. И сейчас эта программа уже, по сути, завершена, потому что она ставила целью обеспечить в масштабах всей страны детей в возрасте от 3 до 7 лет местами в детских садах. Это сделано. Дальше субъекты федерации уже самостоятельными силами решают проблему там до 3 лет. Хотя многие педагоги говорят, что до 3 лет детям в детском саду делать нечего, но мы знаем, что жизненные обстоятельства бывают разные, и дети бывают разные. Поэтому это надо будет решать. Но дети выросли, они уже идут в школы. На 600 детей в этом году больше в Чувашии идут в первый класс. Вот, видите. А в масштабах страны нам предстоит в ближайшие 10 лет построить школу дополнительно на 6,5 миллионов мест для того, чтобы обеспечить всех детей возможности учиться в одну смену. Так должно быть. У нас, к сожалению, даже есть еще два субъекта в Российской Федерации, где есть школы с трехсменным обучением. Этого, конечно, быть не должно и не будет. Программа запущена. В этом году действительно уже прошли первые федеральные транши. И к 1 сентября будет открыто в стране у нас 92 школы. Столько не строили уже много десятилетий. Причем одна школа здесь будет в Чувашии, в Комсомольском районе. И впервые будет построена новая школа в Чебоксарах. Она заложена первой за 10 лет. Это тоже свидетельство и демографического нашего достижения. Ну и школа очень хорошая. Проект был здесь подготовлен. Но что я хотел бы подчеркнуть, этот проект, он уже принят как типовой проект. Министерство образования и науки и другие образовательные организации могут его тоже реализовать. Всего в Чувашии будет построено и капитально реконструировано 32 школы в ближайшие десятилетия. А в стране каждый год нам предстоит вводить 500 новых школ. Работы много. Работы очень много, но я уверен, что мы эту работу сделаем. Вячеслав Алексеевич, конечно, большое значение в образовании имеет некая преемственность, когда после школы человек, ребенок, выпускник может получить достойное высшее образование. В Чувашии работают ресурсные центры при средних учебных заведениях, которые помогали создавать крупнейшие ведущие предприятия Чувашской республики. В Чувашии создается Центр компетенции WorldSkills. Давайте поговорим о преемственности среднего общего, среднего специального и высшего образования. Здесь может быть преемственность, может ее и не быть, потому что на самом деле ресурсные центры готовят ведь очень высоко квалифицированных специалистов, причем для работы на том рабочем месте, которого еще может быть и нет. То есть это подготовка рабочих кадров для будущих рабочих мест. Именно поэтому предприятия так активно вкладываются в эти ресурсные центры. Причем они действительно и организованы, и оборудованы по последнему слову образовательной науке, да и науке в целом. Поэтому, конечно, этих детей с руками отрывают предприятия. И для них вопрос поступления в высшие учебные заведения не всегда актуален. Но в то же время, естественно, выпускники организации среднего профессионального образования, они могут поступать без единых госэкзаменов, высшие учебные заведения, многие этим пользуются. В настоящее время у нас количество детей, которые получают высшее образование, оно оказывается ведь очень высоким. Мы сейчас по количеству людей с высшим образованием, а взрослым населением занимаем первое место в мире. Не всегда мы довольны качеством. И была целая, на мой взгляд, правильная программа лишения аккредитации и лицензии тех вузов, которые не ведут образовательную деятельность, а просто за деньги принимают амбитуриентов, а затем выписывают за еще большие деньги дипломы. Вот этого безобразия, конечно, не должно быть. Но сама по себе вот эта сейчас система профессионального роста, она достаточно хорошо выстроена и обеспечивает хороший результат. Сейчас вот если говорить о тенденциях, предпочтениях наших школьников и наших абитуриентов, то они такие. Все большее количество детей после девятого класса идут в организации среднего профессионального образования. Причем если в России это порядка 40%, то в Чувашии это 52%. То есть большее количество детей продолжает именно через эту траекторию. Но есть куда идти потом после вузов. Совершенно верно. Что касается обеспеченности выпускников школ местами, бюджетными местами высших учебных заведений, то в этом году 57% всех детей в нашей стране обеспечены этими бюджетными местами. И хочу сказать, что в советское время никогда больше 20% выпускников школ не становились студентами. То есть это действительно качественное приращение, вернее, количественное приращение. Оно не всегда качественное. Но сейчас, конечно, у нас гораздо более образованное население. И качество подготовки специалистов, конечно, об этом много спорят. Вы знаете, я вот проходил предварительное голосование в Нижегородской области и посещал там самые высокотехнологичные предприятия, которые только есть в оборонно-промышленном комплексе, где куется и наш ядерный щит, и противоракетный щит и так далее. И везде спрашивал руководителей, довольны ли они тем, какие выпускники вузов, СУЗов, организации СПО приходят на предприятия. Но они, наверное, сами как-то способствуют тому, чтобы специалисты были. Ну, безусловно, конечно, предприятия все сейчас, которые работают на пике научно-технического прогресса, они сами создают собственные ресурсные центры. Конечно, они очень заинтересованы в подготовке специалистов самого высокого уровня. Что касается Центра подготовки национальной команды, сборной Российской Федерации на соревнованиях WorldSkills, то, да, один из таких центров действительно создан здесь, в Чувашии. И не случайно это связано с радиоэлектроникой, где действительно республика добилась очень хороших результатов. — Вячеслав Алексеевич, я возглавляю вами комитет в Государственной Думе, занимается разработкой законопроектов в области образования. Вообще, есть ли у вас лобби, и легко ли принимать такие законы сейчас в Госдуме? — Ну, мы сами себе лобби. Что касается, легко ли принимать законы, зависит от закона. Вообще, законов легких для приема не бывает. В нынешний состав Государственной Думы, а мы еще официально работаем до открытия новой Государственной Думы, он подготовил закон об образовании. Первый, кстати, в истории нашей страны, всеобъемлющий один закон об образовании. До этого было много разных законов. Принятие его заняло приблизительно 8 лет, подготовка и принятие. Так что это не очень простая работа. Но, должен сказать, что даже любая поправка к этому закону, а мы несколько десятков уже поправок приняли к этому закону, это очень серьезная, кропотливая работа. Это сверка этих законопроектов и с педагогическим сообществом на парламентских слушаниях. Ну и, конечно, это согласование, многочисленное согласование с министерством, с аппаратом правительства Российской Федерации, с администрацией президента Российской Федерации, с правовым управлением, главным правовым управлением президента. Законопроект — это очень тяжелая вещь. Когда говорят, что там Думы что-то штампуют, вот, уверяю вас, это просто невозможно, там никакого штампа нет. Это сложная работа. И часто, вот, кстати, региональные органы власти, они обижаются даже на Думу, почему вот мы такую придумали хороший законопроект, отправили в Москву, а он не принят. Да потому что с этим законом надо работать. И очень серьезно работать. Но для этого должны быть депутаты, которые будут представлять лобби соответствующих региональных властей, и которые смогут этот законопроект довести до подписи президента. Это тяжелая, кропотливая, профессиональная работа, которую невозможно осуществить, если ты просто послал текст. Так не бывает. Вячеслав Алексеевич, давайте немножко поговорим о тех людях, которые готовят грамотных специалистов на предприятия для вузов, да, об учителях. И уже не первый год в России реализуются так называемые майские указы президента Путина в той части, касающихся заработной платы. Как сейчас идет работа в этом направлении? Ну, майские указы реализуются, дорожные карты выполняются. Не всегда так, как нам хотелось бы. Например, иногда они выполняются для того, чтобы достичь среднего показателя. Увеличивается нагрузка или происходит сокращение кадров. Вот это недопустимо абсолютно. Но в целом майские указы по многим направлениям они выполняются достаточно успешно. Что касается и воспитателей детских садов, и учителей, это выведение их заработной платы на уровень не ниже средней по региону. Эта задача уже фактически решена. Другая часть – это заработная плата профессорско-преподавательскому составу, которая должна составлять уже две средней по региону. Здесь пока что тоже дорожная карта выполняется. Я беседовал с ректорами на этот счет и Чувашского государственного университета, и Государственного педагогического университета. Они выполняют с трудом, но выполняют тот график, который есть, к 2018 году обеспечить среднюю зарплату профессорского предпринимательского состава в два раза выше, чем средняя зарплата по региону. Деньги в федеральном бюджете для реализации этой цели заложены. Мы не позволили Государственной Думе сократить расходы на образование, хотя опасность такая была. Федеральные расходы не сократились. И в целом, должен сказать, вот всегда говорят, что мало денег на образование. Конечно, мало, я тоже считаю, что мало. Но если мы возьмем весь бюджет нашей страны, федеральный, региональный, местный, то выясним, что 25% всех бюджетных денег у нас идет в сферу образования. 25%. Это больше, чем оборона. Можно ли больше? Наверняка можно. Нужно ли больше? И нужно больше. Найдем куда потратить. Нужно, но в любом случае здесь речь идет о том, что должен возобновиться рост экономики. Он уже пошел. И тогда, естественно, возможности для повышения расходов, в том числе и на образование, у нас будут. Ну и в заключение, может быть, несколько философский вопрос. Но, может быть, вы готовы к нему. Какой, по-вашему, должна быть хорошая система образования в нашей стране? У нас хорошая система образования, прежде всего. Хорошая система образования – это та, которая делает наших детей умными. И я думаю, что у нас есть все предпосылки для того, чтобы считать наших детей умными. Спасибо большое, Вячеслав Алексеевич. Я напомню, что сегодня у нас в гостях в программе «По существу» был депутат Государственной Думы Российской Федерации, председатель Комитета по образованию Вячеслав Никонов. Я с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова